возвращаемся в программу час ивана денисова телефон студии по-прежнему 847 4005 200 а мне хотелось бы все таки вернуться к теме нелегальной миграции и к попыткам к новым к новым инициативам трампа что ли по этому поводу давайте сначала примем звонок а потом вернемся пожалуйста в эфир я все-таки не совсем понимаю чем плохая реформа вот это реформа потому что мы знаем что тюрьмы были переполнены невозможно было в общем-то оставлять это так как есть это раз во вторых сама сама идея что многие из тех которые там сидят должны были бы в принципе не все они убийцы и такие вот как бы серьезные преступники там разные разного типа преступления были для того чтобы вернуть их на нормальные рельсы так сказать жизни и вернуть их в общество действительно нужна была такая программа поэтому я не совсем понимаю чем это плохо теперь вот то что вы говорите что они часть истеблишмента вполне возможно да они часть истеблишмента что-то из их идей подходит президенту что-то нет но очень многое то что они делали по крайней мере сам кушнер он провел вот эту кампейн по выбору президента настолько грамотно говорят что это практически он стоял за все организации ну не только он естественно но он был один из главных там и поэтому как бы это очень много положительного понятно спасибо мария я очень быстро чтобы времени терять а вот здесь я колтер процитирую и вам советую посмотреть ее последнюю колонку кстати она там пишет если бы трамп не слушал советов кушнера то расследование мюллера скорее всего бы не было потому что почти всех кого трамп пригласил и кто оказался потом скомпрометированным так или иначе это было сделано по советам кушнера что касается реформы долгая тема но я вам советую почитать дэниела хоровица на сайте conservative review марка левина сайт там он подробно описывал и то что под эту реформу подпадают многие люди которые не заслуживают того чтобы выходить а не только какие-то совершившие но victimless crimes а и те кто заслуживает длительных заключений и потом все что вы говорите это хорошо но я например не понимаю почему вы должны платить за то чтобы преступников перевоспитывали мне это непонятно и как особенно консервативного я в этом не вижу а программа вся эта она как бы то ни была основана как обычно на денег на налогоплательщиков никто не отнимает роль кушнера в победе трампа на президентских выборах это понятно иначе бы тогда логики в этом не было другое дело что палосе которые предлагают иванкой кушнер порой настолько левые что если бы их реализовать мы бы жили в другой стране вот об этом идет речь симпатичный очень мне лично симпатичные люди иванка очаровательная совершенно и достигший определенного уровня в бизнесе и кушнер с его так сказать отношением к израилю но если разбирать так сказать поподробнее то получается что не всегда их советы да и вы бы пожалуй не одобрили их советов вот так скажем но теперь все таки вернемся к инициативам администрации трампа по нелегал по иммиграции да в окружении трампа есть два чего много на самом деле людей которых левые ненавидят но вот есть два которых ненавидят особенно это стивен миллер советник ну и с недавних пор генпрокурор вильям бар ну бар возненавидели понятно за что за его достаточно умелое руководство результатами расследования и спокойствие с которым он реагировал на все нападки ну и вот эти же два человека они так или иначе стали источником очередных припадков и истерик идея миллера ну по крайней мере его связывают с этой идеей хотя не исключая что там были другие да и сам президент видимо был не против что-то подобное сделать она заключалась в том чтобы пресловутых нелегалов расселять вот в тех самых городах убежищах которых мы с вами много говорили которые по моему убеждению есть грубое нарушение и извращение принципов федерализма и конституции но как бы то ни было раз они существуют то соответственно действительно пусть они разбираются со своими нелегалами раз они их так любят тем более что вот стар паркер чернокожая кстати консервативная обозревательница тут как раз в своей последней колонке написала что бывала она в некоторых городах этих самых убежищах в частности в штате вашингтона и что то что она там увидела но это конечно же производит абсолютно ужасающее впечатление города превращены в какие-то определенных района особенно чуть ли не в масштабные лагеря для бездомных и паркер ну не будет она так особенно преувеличивать она немного представляет о чем говорит ну и соответственно действительно казалось бы радовались демократы и же с ними что им предоставляется такая возможность себя показать с наилучшей стороны однако ж нет поднялся шум и крик что несчастных нелегалов эксплуатирует что все это есть очередной ужасный заговор со стороны администрации трампа чтобы демонизировать нелегалов и тех кто защищает их права и с одной стороны идея она в общем то сработала потому что ханжества даже хоть и не удалось реализовать к сожалению тот самый департамент безопасности homeland security он этому активно противится даже смена руководства так так от себя замечу что я считаю нильсон правильно убрали но вот кем ее заменить да это пока вопрос так вот что и и тут ему противится ну и общая истерия видимо ни к чему не приведет хотя в принципе это бы сработало очень хорошо потому как но во первых и люди которые там живут бы немного поняли что то же такие эти нелегалы и что из себя представляют эти города убежища и реальность а не красивые слова политиков о том что они заботятся о ком-то там ущерб своим же согражданам а во-вторых что самое это интересно и что на самом деле и вызвало такую ярость демократов это то что подобное расселение оно бы по большому счету серьезно все же на будущие результаты выборов не повлияло бы потому что понятно почему демократы так озабочены нелегалами но они видят в них возможность манипулировать какими-то избирательными округами что дать им разрешение голосовать приведет к тому что все больше и больше людей будет за демократов ну и так далее и тому подобное а если же все эти нелегалы будут вливаться в какие-то определенные штаты определенные моменты места то гений отцов основателей он опять встает на защиту америки и на те вопросы которые решаются через коллегию выборщиков ну скорее всего скорее всего серьезного влияния это не окажет вообще то есть ну те кто голосует за демократов они так и так будут за них голосовать а те кто голосует за республиканцев они так и так будут голосовать за них и на выходе мы опять получим то что коллегия выборщиков скорее всего станет на сторону здравого смысла и демократов придушит ну не так как нам бы хотелось все таки потому что все равно их нелегалов там многовато и все это чревато дурными последствиями но как идея сама по себе это хорошая она была хорошей ну жалко что реализовать ее все же не удастся но зато посмотрели мы как беснуются демократы а это всегда весело что касается барра то он показывает себя человеком который будет по крайней мере пока возможно окажется даже более жестким по отношению к нелегалам чем сэшнс что радует потому что он установил новое правило согласно которому люди которые ищут убежище их можно до решения окончательного вопроса в страну не пускать здесь тоже к сожалению есть свои издержки это касается только людей одиночек те кто лезет в Америку всей семьей им согласно существующим правилам и законам вы знаете их нельзя держать дольше определенного количества времени их приходится впускать в страну надеюсь барр доберется и до этого но по крайней мере уже шаг в нужном направлении естественно на него сразу же обрушились потоки критики и проклятий и если идею Миллера ну ее еще как-то пытались даже я находил каких-то левых которые призывали как-то ей воспользоваться то то что делает барр тут не подберешься ни с какой стороны тем более что барр как человек который давно и в юриспруденции и в правительстве он не просто вот эти существующие правила отменил а он еще и довольно таки точно обосновал их на решении верховного суда прошлого года Джелленс против Родригеса там речь шла о том что задержанному эмигранту что он не имеет права на регулярное слушание по выходу под залог и в том самом решении например и Алито он был автором основного заключения и да вы догадываетесь что я на кого я сейчас сошлюсь и судья Томас они в частности подчеркнули то что именно власть исполнительная прежде всего должна решать вопросы эмиграции и распоряжаться тем кого пускать кого не пускать и как вообще с ними себя вести и в этом смысле то что предпринимает БАР это как раз вполне продолжение того самого решения верховного суда что касается заключения Томаса то Томас там вообще написал что за исключением каких-то там особенно серьезных вопросов вроде уже полной депортации судьи вообще не должны в принципе вопросами эмиграции заниматься и что надо делать все чтобы судебную власть из этого вопроса из этого уравнения если угодно вынимать что Конгресс создает решает что должно входить в юриспруденцию в юрисдикцию прошу прощения судебных вопросов и судебной власти что о чем я тоже говорил в записках федералиста то же самое и таким образом все что делается за исключением повторять чего-то совсем уже сверхъестественного и драматичного судей надо из этого убирать и все должны решать президент ну или чтобы уж все было совсем гладко ну при сотрудничестве с Конгрессом может быть поэтому и решение Барра и на самом деле не состоявшаяся увы идея Миллера Трампа они по большому счету существующим американским законам не противоречат и решением Верховного Суда с незапамятных времен чуть ли не ну обычно связывают с 1892 годом с тогдашним решением там я сейчас не буду его называть японское имя в нем поэтому не буду вам голову забивать что постоянно подчеркивается президент власть исполнительная власть законодательная власть исполнительная власть законодательная президент прерогатива в вопросах эмиграции разбираться должны они но никак не судя тем не менее есть у меня опасения что и в бар его решение судей вцепится тем более что этот пресловутый совет по защите гражданских свобод который уже стал подрывной организацией по-моему и другие судьи активисты они конечно же будут мешать и меня тоже поражает как вообще до чего доходит наглость отдельных судей которые даже идут против решений верховного суда и к сожалению их вот эти вот заключения их решения которые сразу же распространяются по всей стране они противоречат тому что хотели и отцы основатели и что делает верховный суд но как бы то ни было возвращаясь кстати к тому о чем мы говорили в самом начале здесь ни к президенту ни к его генпрокурору придраться нельзя и попытки они предпринимают и для того чтобы показать подлинное лицо демократов и для того чтобы вот этот вот поток нелегалов хоть как-то затормозить хоть как-то его сбить при этом оставаясь подчеркиваю в рамках существующих законов что для меня например главное здесь пожалуй да я тоже умолкну если Сергей что-то добавит у нас звонки давайте примем люди на линии давно стоят добрый день пожалуйста приглушите радиоприемок да пожалуйста Иван я хотел бы задать такой вопрос а почему бы все-таки в Америке хотя бы немного не применить израильский опыт вы понимаете я не говорю о боевых патронах ну хотя бы резиновые пули ведь вы понимаете для того чтобы обозначить что Америка это ну так сказать отдельная территория это не Мексика достаточно одного дня использовать резиновые пули все понятно ваша идея не очень здоровая я бы вас поддержал но видите часто даже патрули добровольные убирают с границы мало того вот эту историю когда добровольный патруль задержал группу нелегалов и держал их до прихода пограничников ФБР арестовало этих людей я имею ввиду патрулей вот-вот так бы вообще знаете было бы очень просто один день оставить границу в ведении добровольных патрулей все нелегалов бы не было очень долго это абсолютно бесспорно люди которые готовы защищать свои интересы и свои территории с оружием в руках а американцы именно такие они бы очень быстро объяснили любителям легкой наживы и стремящимся заполучить все американские привилегии не соблюдая американские права что вторая поправка она защищает американцев но к сожалению я не вижу чтобы это было реально увы и юридический активизм и корни левой идеологии они слишком глубоко ушли и я бы с вами согласился конечно же но не думаю что это реально вся проблема в том что часть политического спектра ставит интересы свои личные интересы выше интересов простого американца то есть политики которых избирают в конгресс скорее отстаивают интересы нелегалов нежели интересы американцев и мы знаем какая партия это делает в основном поголовно ну и какая-то часть республиканцев которые работают в интересах больших корпораций которые заинтересованы в рабской дармовой по сути дела рабочей силе в этом я вижу самую главную проблему давайте примем следующий звонок добрый день здравствуйте уважаемые у меня возникли сомнения насчет того что вы говорите что хорошо бы доставлять нелегалов дело в том что они там очень легко получат удостоверение личности и с этим они будут передвигаться по нашей стране совершенно беспрепятственно и главное что их уже не распознаешь ну так бы как бы с первого взгляда и могут устроиться ну на работу естественно там где их возьмут без социал секьюрити но тем не менее они расползаются по всей стране без всяких преград и как говорится потом лови их до седьмого пришествия или второго как говорится вот как вы считаете это это хорошо или не это не хорошо спасибо большое спасибо я может не четко выразился я против нелегалов вообще и против любых их проникновений что же касается тех людей которые там я не знаю по каким причинам ищут убежище то это надо проверять действительно очень серьезно потому что аферистов огромное количество якобы они ищут убежище а на самом деле или уголовщины или еще кто к сожалению или к счастью в таких ситуациях всегда надо исходить из минимизации риска и если вы пропустите одного уголовника на десять людей которые действительно ищут убежище то к сожалению этот уголовник он перевесит все остальное поэтому пусть лучше не пропустят одного ищущего убежища но десять уголовников остановят так что я считаю что то что делает бар пытается это хорошо ну как первый шаг а дальше надо все возможные способы использовать для того чтобы в Америку попадали только люди которые этого действительно заслуживают а тот поток публики что идет через мексиканскую границу я никого не хочу убедить но процентов на девяносто девять судя по тому что я вижу в Америке им делать нечего ну и как докладывает пограничная служба среди тех кого они задерживают выходцы по-моему из пятидесяти стран различных в том числе и тех в которых процветают и законы шариата и терроризм все что угодно да это же не только Южная Америка это и мусульманские страны и арабские какие угодно граница она уже как проходной двор действительно через Мексику лезут все кому не лень и надо делать все чтобы это прекратить потому что это действительно вторжение а задача президента интересы своих граждан а не политического истеблишмента ну и к сожалению слово суверенитет для политического истеблишмента больше ничего абсолютно не значит они готовы были передать часть предыдущая администрация настаивала и проводила политику передачи части суверенитета организации объединенной нации организации объединенных наций которая занимается ну бог знает чем и наверное все знают об ее антиизраильском анти антиизраильской антиамериканской направленности которая контролируется мусульманскими странами арабскими странами и сейчас та ситуация которая складывается на границе это по сути дела открытые ворота хотя все говорят мы выступаем за укрепление границ мы выступаем так-та-та на самом деле делают все чтобы ворота были широко открыты чтобы бесконтрольное перемещение народов происходило Иван к сожалению времени больше не осталось по всему спасибо огромное и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи и до встречи Продолжение следует...